когда звучат такие названия уроков там здоровая спина или как справиться с болью в спине или что-нибудь такое сделает на упражнение и боль спине уйдет навсегда это вот ролики на ютюбе они вот этим всем грешат значит так чтобы просто было у вас понимание никогда во первых одним каким-то упражнением даже самым классным ты не снимешь причину то есть упражнения работают симптоматично те упражнения которые например за мой вот этот большой опыт работы с людьми из волю спы в пояснице в шее там в грудном тянет лопатку не могу разогнуть колено тянет где-то в области паха и в отдает в поясницу но разные в общем эти симптомы у людей и вот за все за весь период сколько я уже этим занимаюсь во первых свою спину когда-то восстанавливал нет одного упражнения которое раз и навсегда там с причиной поработает поэтому когда вы слышите или видите название вот таких уроков вы должны понимать что это чисто такие просто маркетинговые ходы просто привлечь внимание теперь что работает работает полноценная тренировка работает полноценная тренировка то есть если мы хотим чтобы у нас не болела спина я сейчас общее говорю вот где-то у вас какой-то дискомфорт что-то вас постоянно беспокоит или шея до постоянное напряжение в шее или межлопаточные вот что у меня было у меня прям все время знаете такое было сковывание в области лопаток как будто бы я постоянно ходила с мешком камней за спиной какой-то период времени вот такой был очень неприятные ощущения постоянно присутствующие и при этом я тренировалась при этом я много чего делала было много йоги разные но это боль не уходила и я бы сейчас вам буду говорить когда не уходила боль и и даже я делала ездила правки на какой-то период времени этого хватало потом более 5 возвращалась конечно в первую очередь смотреть на положение всех костей тела то есть это для нас в моменте вот сейчас если бы я с каждым из вас встречалась и например у вас у кого-то какие-то ну запросы по спине по шее там какие-то неприятные ощущения у кого-то прям боль у кого-то в ногу отдает в первую очередь мы бы конечно посмотрели на положение таза на длину ног причем длину ног в положении лежа стоя сидя на коленях в разных проекциях и это не даже не так показательно как собственно положение таза и если положение таза проекции вдоль скажем так и поперек есть изменение положение правой левой стороны я совсем просто сейчас говорю то то это говорит о том что боли будут потому что зафиксировано хотя уже опять-таки по моему опыту есть люди у которых диагностируешь визуально смещение таза а спина у них не болит поэтому это тоже очень индивидуальная вещь поэтому если вот это вот все все убрать и так свести какому-то минимуму то я буду говорить всегда о том что если вы хотите чтобы у вас где-то не болело нужно заниматься комплексной тренировкой комплексной тренировкой а теперь то про что может быть так вот явно где-то не звучит но вскрывается при персональном общении я бы выделил такие не очевидные причины боли в спине как первое и потом в группе выложу картинку чтобы вы еще посмотрели может быть кто-то не знает название мышц не знает где они находятся картинку вам вот выложу так вот слабая поперечная мышца живота она влияет не только на состояние спины и на ощущение вашей вы знаете такой как стабильности в положении именно ходьбы и в положении тела стоя поперечная мышца она и мышца стабилизатор и мышцы которая отвечает за положение внутренних органов брюшной полости да и это же мышца будет обеспечивать равномерность нагрузок на спины то есть чтобы мы с вами не делали если поперечная мышца живота слабая то у человека как правило будет болеть поясница это вот одна из неочевидных про то что может быть вы не слышали не знали или нигде вот так напрямую не говорят говорят там про мышцы кора говорят что может быть дисбаланс мышечной правой левой стороны из-за этого боли или перенапряжение квадратные поясничные мышцы это тоже может отдавать болью в поясницу и и вверх и вниз по спине но вот если у вас слабая поперечная мышца живота она настолько многозадачно в нашем теле и важно ее во первых сначала узнать где она она выстилает весь не живота достаточно большая мышца крепится ко многим поясничным позвонкам начиная там с 4 и это прям вот такой вот наш знаете ну как пояс по всему низу живота который обеспечивает и положение органов брюшной полости и поражен положение органов малого таза таких как уже мочевой пузырь и опосредованно на матку и если это поясни если это мышца слабая то будет перегружаться как бы мышцы антагонист но квадратные поясничные мышцы мышцы которая вот как раз вы чувствуете когда вы чувствуете перенапряжение или даже боль дискомфорт может там упражнение поделали какие-нибудь с отведением бедра или положение лежа на животе подъем бедер сделали предварительно не включив эту мышцу и получите вот такие неприятные ощущения в пояснице они могут уходить то есть не факт что даже человек сделает что-то неправильно перегрузится и у него это останется это уже тоже индивидуальная вещь у кого-то напряжение быстро уходит из тела у кого-то застревает остается накопительно и потом до момента пока вот человек не сляжет если нет качественной компенсации поэтому опять полноценная тренировка что такое полноценная тренировка это там где есть силовой аспект и там где есть компенсация то есть вытяжение расслабления адекватные нагрузки что если вы неправильно неправильно построена тренировка и было много упражнений силовых и 1 2 ну совсем мало для компенсации тогда люди могут уходить с тренировок с перенапряжением базовым который потом копится и где-нибудь вылезает уже серьезной болью и там уже люди готовы на все и блокады делают и таблетки и пояса и что угодно только уберите мне эту боль чтобы себя не доводить я просто проходила эти все периоды перетренированности недостаточного отдыха недостаточной компенсации перебора в тренировках где силового и такого перенапряжения было больше чем расслабление то есть вот это тоже не очевидная причина для тех людей которые тренируются если есть боли после тренировок значит было мало компенсации нет да не дорасслабили тело не дали ему возможности для адекватного восстановления в нагрузках тело тоже адаптируется и поэтому тренировки люди тренируются там годами и если у них все гармонично в тренинговом процессе то они себя очень долго хорошо чувствуют но в основном то у нас погоня за какими-то стандартами телесными и не идея здоровья во главу угла ставят с тренировки а там похудеть подтянуть подкачать накачать там здесь убрать там прибавить ну вот это вот все и тогда человек перестает себя слышать он слышит только свои вот эти идеи это они еще может быть и не его намного идей которые мы думаем что это мне надо на самом деле просто так работает инфополе вторая неочевидная причина это слабые мышцы рук и ног если мы говорим сейчас больше про женские тела потому что мужчины все-таки мышечно сильнее хотя и очень много вижу мужчин которые могут прийти на тренировку и гораздо меньше могут себе позволить чем могу я спокойно себе позволить но это люди которые вообще не занимаются телом вообще не тренируется можно сказать что мужчина где-то знаете до 40 лет он еще прошлым своим телом может удержать как то вот вроде как им и нагружается и в домашнем хозяйстве как-то больше используется тело мужчины поэтому он вроде как в тонусе в тонусе а потом очень резко съезжают все вот это в мужских телах и они становятся такими же дряблыми слабыми и ну и понятно что и эстетически это выглядит не очень так вот слабые мышцы рук и ног есть такой закон если вас слабые мышцы рук и ног будет болеть спина почему потому что максимальное количество бытовых движений вы выполняете не за счет помощников ваших мышц ног и мышц рук а за счет спины это мы уже будем знать как относить к теме движения в быту как и что вы выполняете как вы берете предметы как вы поднимаете детей как передвигаете что-то как носите сумки как просто складываете даже вещи это я отнесу вот к четвертой причине паттерны и движения но если не тренированные мышцы рук если ноги как-то еще у нас все-таки задействовано потому что мы ходим тот кто ходит достаточно можно сказать что этого человека с ногами с мышцами ног все нормально если вы еще не ходите если много на автомобиле если много сидите если в основном там это офисы и дома нато такого естественного движения мало тогда конечно нужно тренироваться и в тренировках давать акцент на мышцы ног если мышцы ног будут слабые вам нечего носить это тело и в пределе это как раз таки вот то что происходит с людьми после там 50 60 вот знаете как из после 50 уже происходит у некоторых и для меня это вообще дико звучит когда человек там в 50 55 лет ограничено в движениях не может стать на роликах покататься не может на лыжах покататься знаете для него какие-то виды активности просто становятся недоступными это как раз таки говорит о том что старость пришла еще там в районе 35 лет и человек с этим согласился так вот слабые мышцы ног а дальше слабые мышцы рук это вообще грешат всем этим женщины слабые мышцы рук это перегрузка спины это перегрузка шеи это перенапряжение все время в пояснице потому что любое движение связано с перемещением предметов ношением вот хватанием удержанием все это обеспечивают наши руки если руки слабые конечно по системе рычагов и просто передаете это все в грудные мышцы мышцы спины трапеция поэтому шея до шея в перенапряжении для этого конечно нужно делать специальные упражнения разгружающие мышцы шеи и включающие в работу и в движении мышцы рук это все на тренировках поэтому когда мне говорят алена сдайте комплекс для здоровья спины нет такого комплекса нет такого комплекса если вам где-то кто-то говорит я раньше тоже так считала что надо вот чтобы спина не болела сделать какие-то упражнения но опять таки что вы просто меня правильно поняли есть симптоматические упражнения это когда у вас не острый период но еще вот остаточные боли где то есть и вы можете через определенные упражнения разогнать там кровь облегчить состояние за счет того что кровообращение будет убирать отеки отеки это воздействие пара рецептора они реагируют поэтому человек чувствует боль вот только на этапе восстановления вот было был острый период там что-то вы перележали или перелечили с чем-то лишь не знаю из острого периода кто как выбирается вот потому что сама когда заходила в острый период мне помогали только сильно действующие обезболивающие я поэтому не отрицаю что если у человека прям совсем скрутил и он двигаться не может какие упражнения какие упражнения вообще чего за бред такой в этом состоянии человеку может помочь только прям серьезно какая-то медикаментозная помощь просто чтобы снять боль вопрос в том как себя до таких состояний не доводить и опять мы вернемся к тому что тренировка полноценная тренировка полноценная тренировка где есть сила и компенсация где есть ловкость и упражнения которые разгружают суставы где есть упражнения на баланс координацию и 10 упражнения которые снимают нагрузку с суставов вот только тогда можно говорить что это функциональная тренировка тело функциональное она не болит она много себе может чего позволить и не в спине дело да смотрите еще одна неочевидная причина почему нужно обязательно много мы уделяем в тренировках внимание мышцам рук и ног дальше еще одна неочевидная причина это кишечник неочевидная причина боли в спине причем это может быть более ирригирующие от кишечника и в грудопоясничном переходе там где вот низ лопаток вы чувствуете что тянет болит и поясница большей частью конечно поясница почему потому что воспаление в кишечнике всегда сопровождаются отеками становится кишечник более тяжелый а у нас брыжейки кишечника крепятся к есть места крепления к позвоночнику и естественно что это ближе там к поясничному отделу найду картинку если а покажу вам выложу в группе так вот если у человека проблемы с микробиоты штока проблемы с микробиоты они могут появиться у человека вследствие рьяных чисток вымывание всего блок терапии гидроколона терапии когда мы ли мы ли этот бедный кишечник все пытались от него все всякие камни глистов их производные так далее все это вымыть и полностью снесли всю микробиоту много сейчас говорят и пишут о том что микробиота это второй мозг и правда что там такая коммуникация что очень много гормонов выделяется в кишечнике тот же гормон там насыщение и так далее если это это хозяйство все снесено чистками питьем каких-то агрессивных трав постоянными внедрениями в кишечник то конечно будет латентный воспалительный процесс и это постоянно тяжесть в кишечнике тем что там набирается больше воды воспаление тоже всегда процесс связан с отечностью да поэтому тяжелый кишечник начинает элементарно просто тянуть за собой все точки крепления и человек чувствует боль в пояснице вот он уже и кости а потом походил вот он уже не знаю там и маслами мазями и чем только не пользуется слушайте он даже упражнения делает правильные и тренируется тут с нами крутые тренировки а боли в пояснице не проходит тогда я задаю вопрос что с кишечником что со стулом если газообразование а как вообще с продуктами все ли продукты можете себе позволить или уже есть продукты от которых ты съел и побежал в туалет ну то есть вопросы такие элементарные и вам для этого там знаете не нужно становиться нутрицело нутрициологом диетологом еще каким-то ологом чтобы просто себя послушать и увидеть если у вас понос или запоры по три дня но что-то значит жкт где-то вот там вопрос а что а дальше задать следующий вопрос а после чего у меня это и вы знаете вот этот способность к самонаблюдению она везде важно она везде и в том числе в том что вы потом будете какие выводы про себя вы сами можете делать если у вас прям совсем ну я не знаю шваховая ситуация когда вы чтобы не съели у вас жидкий стул чтобы вы не съели у вас там стопор какой-то и раздувание кишечника бесконечные газы но в этом случае может и имеет смысл пойти глотать эту и делать какие-то анализы и так далее а так в основном большинство каких-то отклонений таких которые нас не устраивают или доставляют дискомфорт они обнаруживаются через элементарное самонаблюдение здесь все взрослые люди очень хороший вопрос зачем вы росли если за каждым этим вы бежите и про себя сами ничего не знаете ну ладно эта тема другого эфира сейчас вывод я сюда вот пришла быстренько вам это как бы рассказать потому что хотите по серьезному разбираться заходите в онлайн группу или на инструкторский курс ну или ну или просто разбирайтесь там самостоятельно если вы в доверии в таком к себе живете то я вам говорю через самонаблюдение огромное количество вопросов просто снимаются просто снимаются тренироваться в группе интересно тренироваться в группе просто весело потому что ты в своей атмосфере среди своих людей единомышленники мы там общаемся постоянно что-то новое в тренировке я добавляю просто вот для того чтобы вам было интереснее жить заходите в эту группу и там вместе с нами все это делать давайте выводы сделаю неочевидные причины боли в спине первое элементарное недостаток тренировок то есть у вас нет постоянного тренировочного процесса у вас нет элементарной какой-то я не знаю утренней зарядки когда вы утром стали и даже если есть какие-то сигналы тела гарантирован вот гарантированно сделайте себе 15-минутную разминку небольшую просто чтобы углекислый газ выделился и чтобы кислород начал поступать ваши во все клетки и для того чтобы на базе того кислорода который в клетке и во все ткани зайдет начались правильные обменные процессы это уже из теории дыхательной системы то есть мы прекрасно все с вами должны знать что тело это биомашина которая живет на движении как только мышцы включаются мышцы работают выделяется достаточное количество углекислого газа процессы оксигенации тканей происходит на нормальном уровне норма норма жизни происходит все пошли обменные процессы в клетках пошли питательные вещества пошло выделение как оно должно идти дренаж лимфа и все остальное движение элементарные движения если вы не занимаетесь утром я не знаю как вы живете ну вот честно вот честно потому что тот кто утром что-то немножко хотя бы подвигался я постоянно об этом я не знаю уже с 1000 сняла разных stories тот человек который утром хотя бы чуть-чуть простукивание элементарные вот которые мы все умеем делать сделал чуть-чуть обратил внимание где ему нужно там может наклон и чуть-чуть бедром подвигать то есть вы когда в знаете как в себе находитесь вы даже слышите какое движение вашему телу сейчас хочется сделать вам даже для этого никакой тренер не нужен понимаете и все 15-20 люди которые себя особенно любят уважают и ценят они занимаются час вот я всегда говорю что это роскошь если вы можете себе с утра позволить целый час заниматься значит вы богатый человек вы богатый человек вы можете так распоряжаться временем независимо хотя бы от этого представляете это уже богатство вот богатство где начинается вот а если этого нет вопросы можно себе позадавать а почему я себе это не позволяю хорошо первое недостаток движения и если продвижение говорить второй фактор агрессивное движение то есть перебор с движением это уже наоборот для тех людей которые маятник в другую сторону у них качнулся немножко крыша съехала и они считают что каждый день три часа там два часа или или если я сегодня не сходил в тренажерный зал я лузер все пропало как сдав как жить вообще и так далее то есть другая крайность когда человек просто но у него конкретно получается что немножко под съехала картинка его мира сторону зависимости от того как реально вот он выглядит и он не понимает что здесь конкретная зацикленность да на теле перетренированность она тоже будет вести к тому что будет болеть я прошла такой период когда была просто жесткая перетренированность и когда ты начал себе позволять чуть больше отдыха не сходил на тренировку и у тебя нет психического какого-то криза по этому поводу да самобичевание обвинения и вот этого всего ты спокойно себе сказал ну хорошо сегодня позанимался завтра позанимать или сейчас пойду просто погуляем и хорошо понимаете вот то есть этот фанатизм кстати йоги тоже этим болеют каждый день заниматься йогой не нужно каждый день заниматься йогой не нужно вы свободны от этого знаете как я когда была на обучении на ключевом своем обучении последнем можно сказать и когда прозвучала фраза что это наш девиз вообще-то девиз нашей практики если какое-то упражнение или действие сейчас даже которая дает крутейший инструктор вам не нравится вам дискомфортно или вы не хотите его делать вы можете его не делать вот тогда у меня был такой просто инсайт что оказывается даже в рамках классной тренировки я могу отдохнуть тогда когда я считаю нужным что мне нужно отдохнуть вот так занимаемся мы теперь следующая причина на которую стоит обратить внимание это состояние кишечника то есть если есть вот эти сигнальчики либо самостоятельно решить я кстати скоро в нашей группе но концу декабря готовлю сейчас там такое очень интересная будет лекция предложена всем участникам как за счет семян элементарных семян и специй можно поддерживать очень хороший уровень микробиоты и иммунитета ну вот такая вот будет вещи которые я тоже сейчас присматриваюсь потому что я очень очень сейчас придирчиво выбираю о чем вообще с людьми разговаривать и что в своей группе презентовать как действительно работающие какие-то эффективные методы кишечник и поперечная мышца живота поперечная мышца живота обязательно должна быть она у всех есть просто она у многих людей слабые мы сейчас с вами сделаем два упражнения как раз таки как просто снять симптоматику еще раз если где-то болит тянет свело или еще что-то симптоматические упражнения работают правда работают есть у меня тоже люди которые мне говорят алена из всей практики у меня есть два упражнения которые я когда сводит или где-то дискомфорт чувствую сажусь делаю и все и для этого тела это упражнение действительно работает как таблетку выпить вот он сделал упражнение его отпустила вот это тоже вы будете выбирать но когда вы вы сможете выбирать тогда когда вы занимаетесь когда вы себя слышите чувствуете и тогда вы из всего комплекса упражнений говорите о вот это упражнение моё и я его перед сном делаю и все и все напряжение со спины уходит я классно сплю например поперечная мышца живота и тренировать в рычаге руки и ноги обязательно обязательно особенно если вы человек скажем так 60 плюс без силовых тренировок просто очень быстрая старость просто очень быстро начнет мудрых лет тела силовые тренировки обязательные людям после 60 лет ну там много чего еще хорошо бы добавить но это вот то что сейчас я хотела сказать окей кто будет делать упражнение пожалуйста на коврике ложимся на спины я буду сначала выговорить может быть даже показывать не буду попробуйте сделать все на слух значит вы укладываетесь на спины ноги сгибаете в коленях нам с вами сейчас здесь есть конечно люди которые со мной занимаются есть наши инструктора там вообще все понятно я думаю те кто не занимался со мной и те кто может быть там но очень мало где-то пересекались мы может вообще первый раз меня видите значит вы укладываетесь на спины сгибаете ноги в коленях просто когда я лягу будет не так хорошо слышно я сейчас озвучу что делаем все кто сейчас здесь и могут лечь на коврик пожалуйста укладывайтесь вот вы легли и нужно сначала разложить тело расслабить плечи почувствовать что лопатки плотно опускаются на коврик и в положении лежа на спине с согнутыми коленями послушайте пожалуйста ощущение в пояснице в пояснице сейчас очень хорошо будет для тех у кого есть сигналы у кого есть дискомфорт в пояснице вы прям скорее всего почувствуете эффект от этого действия который сейчас будем делать положите две ладони на низ живота кстати когда мы работаем с поперечной мышцы живота мы воздействуем на кишечник и если есть склонность например к запорам то это очень хорошо упражнения которые в которых участвует активно поперечная мышца живота это такой внутренний массаж тонкого кишечника и если есть застои то скорее всего будет налаживаться у вас стул потому что это вот такое естественное механическое воздействие за счет называется это висцерально-моторное воздействие то есть висцера это внутренние органы моторное этого моторное действие мышц когда мы мышцы сокращаем сейчас лежа спокойно лицо плечи шея все расслаблено попробуйте сократить поперечную мышцу живота что значит ее сократить сокращение это укорочение мышцы это значит волокна укорачиваясь идут навстречу друг друг сокращаются укорачиваются до укорачивается волокно и вы под ладонями прям будете чувствовать как ткани живота подтягиваются внутрь очень важно если вы понимаете и чувствуете работу мышц то при сокращении поперечной мышцы живота у вас не будет распирание то есть у вас не будет надувание живота а у вас именно должно произойти такое подтягивание вот как будто вы взяли широкий пояс и по низу живота его затянули вот такое же ощущение будет при сокращении поперечной мышцы живота и сейчас достаточно будет вам лежа вот в этом положении 5-10 раз очень легко комфортно без перенапряжения по сокращать поперечную мышцу живота и скорее всего у кого есть симптомы перенапряжения в пояснице вы почувствуете что она уходит не уйдет если ну если есть очень сильное напряжение квадратной поясничной мышцы там нужно еще пару упражнений добавить перед этим я вам сейчас даю только примеры вот пример и точно также это это же движение является и упражнение по укреплению поперечной мышцы живота просто знаете когда вы делаете какие-то упражнения уже в движении я говорю подтяните или сократите под поперечную мышцу живота люди которые понимают это им легко сделать человек который никогда не слышал не чувствовал эту мышцу он потеряется что это где это и как это поэтому мы в положении лежа на спине сейчас просто можно сказать что знакомимся со своими мышцами расслабляем сокращаем и вы увидите что при сокращении поперечной мышцы живота есть еще один очень интересный момент чаша таза разворачивается к переди поясница плотнее прижимается к коврику вот сейчас послушайте как без помощи бедер не упираясь стопами просто сокращая поперечную мышцу живота вы управляете положением таза это мышца кроме того что она очень хорошо поддерживать я уже сказала внутренние органы разгружает разгружает работу мышц спины берет на себя большую нагрузку она еще и стабилизирует таз в положении стоя и в положении ходьбы человеку которого эта мышца слабая ему гораздо труднее вообще даже паттерн шага наладить теперь давайте вот что сделаем вы сокращаете поперечную мышцу живота наблюдаете как поясница прижимается к полу а теперь есть точка груда поясничный переход под лопаточная область попробуйте ее прижать к полу здесь все оставили сокращено и прижимаете к полу вот эту точку вот эту зону ее тоже прижимаете к полу таким образом мы сейчас с вами создаем такое натяжение удлинение мышц спины но не за счет агрессивного вытяжения какого-то там а за счет работы противоположных мышц у нас сейчас поперечная сокращена весь вся вот области поясница до грудного отдела она удлиняется расслабляйтесь то есть удержание удержание этого напряжения должно быть кратковременным сократили расслабили сократили расслабили но и упражнение которое всегда как помощник всегда его можно использовать в этом же положении лежа на спине вот она знаете простое но настолько самодостаточное что можно только одним этим упражнением насытиться удовлетвориться и снять напряжение с мышц спины и шеи в том же положении лежа на спине мы перемещаем бедра к животу вот и опять перемещая бедра к животу не откидывайте голову назад оставьте положение головы нейтральным для кого вот это вот привычка следить тем более и можно даже больше подвести подбородок ближе горло да что такое когда вы легли на спину и хочется откинуть голову это признак того что есть укорочение мышц спины и уже в естественном положении голова не держится то ей хочется вот в такое перейти положение поэтому вы увидя это выстраиваете линию шея спина бедра к животу можно положить ладони на колени можно положить под колени как удобно самое главное чтобы у вас в этом положении не поднимались плечи и вы не тянулись подбородком вверх нужно расслабить плечевой пояс грудную клетку и в этом положении когда бедра приведены к животу грудной клетки мы уже здесь управляя вниманием просто направляем вдох в пространство поясницы и выдох в пространство поясницы или спины или грудного отдела или той зоны где вы чувствуете напряжение я вам хочу сказать что даже все эти упражнения они становятся более эффективными после того как мы поработали с мышцами помог поработали с мышцами тогда компенсаторные упражнения эффективность их выше вот если у вас какие-то вопросы сейчас я не планировала давать там полноценную тренировку и даже тренировку там направлено на на что-то мне хотелось немножко ваше внимание просто правильно направить куда смотреть если у нас коленные суставы болят и вы не можете садиться если это забедренные суставы вы чувствуете что вы прошли немножко и у вас там тянет в бедре не можете их позволить себе долго ходить или гуляете гуляете начинает там шею сводить тянет шею и плечи и дискомфорт и вы постоянно или сидите сидите и начинает тянуть где-то симптоматично работать с какой-то частью тела бессмысленно бессмысленно дайте упражнения для рук говорят или дайте упражнения для шеи до бессмысленно работать шеи отдельно если вы не поработали с ягодицами да или например вы не можете приседать но дайте мне упражнения для шеи вот давайте мы с вами выводом сегодняшней встречи я хочу чтобы у вас закрепилась когда у вас болит большой палец правой стопы надо тренировать все тело когда у вас головная боль нужно заниматься хотя бы микро тренировки по 15-20 минут но чтобы работали мышцы всего тела дренажные системы чтобы суставы нагружались адекватно чтобы синавиальная жидкость суставах вырабатывалась и суставы ваш не старели а это происходит только в движениях вот понимаете как единственный и самый главный мой посыл к вам начните двигаться хоть на танцы хоть куда но когда приходят ко мне люди танцоры это люди у которых столько в теле перенапряжение что там не знаешь с какой стороны вообще браться а с какой стороны не берись все равно нужно заниматься просто видите как для людей перетренированных таких как танцоры которые танцевали там 10 лет подряд а потом еще начали куда-то не знаю в какие-то тренажерные залы ходить там одна будет тренировка но это тоже будет полноценная тренировка просто акценты будут другие вот и ну чаще всего это уже индивидуальная какая-то практика хорошо если сейчас есть вопросы готовы ответить у нас есть с вами 10 минут